И этим занимается, собственно, заседание, проводимое там товарищами из Сколково на всех вот этих вот рабочих группах, большая часть которых проводится здесь, в оси, в точке Кипель. Это группа, на которую приходит бизнес и говорит, ребят, я там аграрий, мне для того, чтобы двинуться дальше, продвигать свой бизнес, продавать товар, надо решить вот этот административный порядок. Как решить внести изменения в текущее законодательство? Собираются большие и маленькие компании, там 10-15 человек, обсуждаются, присутствуют там представители ОГВ, вносят это изменение в законодательство, и у человека дальше снимается багет, и бизнес, ну, прет, как бы, да? Все, вот эти два понятия надо отделять. Я хожу вот уже на 25-е мероприятие по сифровой экономике, понимаю, что все спикеры вводят в заблуждение нас, обыватели, потому что понятия надо разделять. Одно дело, хотя я представитель, как бы, IT-компании, да, интегратора. Немножко поправлюсь, смотрите, давайте еще раз изначально цель с сегодняшнего мероприятия. Я посмотрела на состав, я посмотрела на состав аудитории зарегистрированной, и если вот вы хорошо понимаете в терминологии, умеете разделять, что такое государственное регулирование, и социальная составляющая цифровой экономики, и какие там происходят движения, в том числе как раз центра компетенции для этого созданного. Есть технологическая составляющая, это те механизмы, отраслевые внедрения, которые позволяют достичь экономического эффекта. Это то, о чем я задаю вопрос. Это разные способы, это в любом случае неизменно зависимые друг от друга элементы. Цифровая экономика без технологической цифровизации не реализована. Это платформа, которая позволяет вам с помощью, вот конкретно на ваш вопрос, вы просто извините, я вас поправлю, потому что невозможно широкому кругу начать давать вводные по технологическим драйверам, и начать туда опускаться, и одновременно с этим рассказать коллеги, а вот тут немного цифровой экономики, как бы в обществе. Это общая система, она взаимосвязана. Это так же, как сейчас, вы экономику делите на отраслевые, строящие, сельское хозяйство, медицина, образование, наука. Вы в этом привыкли?